Всем привет! В эфире Час Трендов. С вами я, молодежный ведущий Данил Ермолаев и пастор Русской Библейской Церкви Евгений Юрьевич Бахмутский. Да, рад приветствовать. Данил, тебя снова. Через две недели Пасха и сейчас самое лучшее время для благовестия, поэтому мы зададим пять вопросов о благовестии и Пасхе. Евгений Юрьевич, для многих людей проблема начать благовествовать. Скажите, как вы начинаете благовестие и как переводить последневных разговоров на Евангелие? Знаешь, конечно, если у нас тема была бы только о благовестии, мы бы сейчас прям совсем об этом и говорили детально, детально, но в преддверии Пасхи самый прекрасный момент просто спросить у людей. Вы отмечаете пост или держите пост, кто-то Рамадан, у кого-то Пасха, так или иначе можно затронуть будет, и просто спросить, что для вас значит Пасха, как вы к ней готовитесь. Одним словом, использовать вот такой религиозный аспект, который пока еще в нашем обществе достаточно культурно релевантный, и он открывает двери для того, чтобы поговорить с человеком. Евгений Юрьевич, а как вы готовитесь к Пасхе? То есть, если я, допустим, не держу пост, а человек держит, как мне тогда теперь благовествовать? Ну, это же здорово, ты просишь, почему он держит, что для него, какой смысл в этом. И ты можешь сказать, что у меня тоже есть особый пост, но не в той форме, которая может быть у тебя сейчас. Но я особо молюсь за людей, чтобы они поняли смысл Пасхи. Я особо хочу поговорить с разными людьми целенаправленно о Пасхе. И я воздерживаюсь каких-то вещей, вот, может быть, от социальных сетей, от просмотра непринципиальной информации, для того, чтобы сконцентрироваться самому и свое сердце, и свое расписание ради людей, ради Господа Иисуса, который воскресил из мертвых, ради меня. А расскажите, как вы и ваша семья готовятся к Пасхе? Ну, мы начинаем смотреть вокруг себя наши знакомые, наши родственники, но большей частью, конечно, знакомые наши соседи и те, кто нас окружают. Вот я жду приглашения официального от нашей церковной команды, так, чтобы разослать, раздать по всем местам, начиная от парикмахерской, заканчивая кафе, моим соседям, касательно богослужения. А что раздать? Ну, какие-то флайеры или просто электронные приглашения. А что касается поста? Ну, поста нет такого, кроме что специального события на Страстной четверг. Ну, и, наверное, единственное, что точно отличает, это то, что в это время ты стараешься уменьшить уровень или степень, лучше сказать, каких-то законных развлечений, но не принципиальных, для того, чтобы больше поразмыслить о Господе Иисусе, о нашем спасении и о наших неспасенных ближних. Это только в один день, в четверг? Нет, конечно, это вот мы выходим на финишную прямую, последний особенно месяц. А рекомендуете ли вы евангельским христианам держаться великого поста? Ну, в целом нет, но иметь... Ведь что такое пост, да? В целом нет, но все же рекомендую, чтобы были какие-то перемены. Вот в каком смысле. Наша житейская суета может настолько охватить нашу душу, повлиять на наш разум, наше сердце, наше чувство, что где-то сбить наш фокус с правильных вещей. Ну, какие правильные вещи? Прежде всего, наше поклонение Христу и жить ради Него. Второе – это донесение Евангелия, спасительной вести до наших ближних. И вот эти два главных фокуса, то есть Бог, Его слава и Евангелие с нашими ближними, они требуют того, чтобы всегда быть в эпицентре нашей жизни и в центре внимания, нашего внимания. И если я вижу, что я теряю вот эту фокусировку, то хорошо иметь пост, но не в такой форме, может быть, как привычно, но удалить какие-то вещи или ограничить себя, например, в социальных сетях. Может быть, даже в плане пищи тоже, чтобы напомнить, что я не ради живота своего живу. Но прежде всего построить свой график жизни так, чтобы вернуть горячее сердце по Богу и по людям. И это может включать в себя какую-то форму поста. Но, конечно, библейский пост – это же больше, чем просто ограничение пищи. Это прежде всего покорность Богу и поступки, которые соответствуют его замыслу. А не приобретет ли соблюдение великого поста православных друзей? Как Павел пишет с иудеями, я был как иудей. 100%. И знаешь, в каком-то контексте это будет уместно. Ну, например, если бы я жил в студенческом общежитии, и все мои товарищи в комнате, так скажем, пусть номинальные, но они решили держать пост, я к ним присоединюсь ради того, чтобы показать, что вот, пожалуйста, я тоже это делаю, но это не делает меня более святым. Вот что по-настоящему делает меня святым – это вера воскресшего Христа. С другими словами, почему верующим, евангельским какие-то ограничения, включая даже пост, они помогают, потому что они надеются не на саму форму, они обновляют свою веру, свое упование, свою надежду. Люди же чаще всего, вот номинальные, религиозные, их надежда вот в этом процессе, что благодаря вот таким жертвам Бог к ним проявит благоволение, и они же это заслужат, ну или на ходу конец просто маленько сбросит вес. И тем самым ты можешь, не уничижая их, не надмиваясь над ними, ну, подобно Павлу, который, придя в Афин и сказал, афиняне, я вижу, что вы как бы особо набожны. Ну, вот того Бога, которого вы чтите, не знаю, я вам проповедую. И вот здесь ты можешь показать, что это здорово, что у вас есть какое-то ожидание, но ваше внимание, оно стреляет мимо, ваша вот надежда направлена не на Бога. Вы не знаете даже самой Евангелие, эту весть спасительную. Вы просто надеетесь своими усилиями что-то получить от Бога. И это по-настоящему противоречит вообще сути Пасхи. То, что Бог ради нас сделал все сам, то, что мы никак не могли, никаким образом. Евгений Юрьевич, а как тогда благовествовать или начать благовестие с нерелигиозными людьми? Если с религиозными, понятно, берем пост, Пасху, а вот нерелигиозный. Нерелигиозный человек, ты тоже спрашиваешь, как он относится к Пасхе, как он относится к посту. И ты тоже получаешь какой-то фидбэк, получаешь какой-то отклик на это. И ты спрашиваешь, здесь еще вопрос, по сути, почему, почему у него такое отношение. И ты можешь сказать, например, такому человеку, ты знаешь, вот та религия, христианская религия, о которой ты говоришь, я тоже отрицаю такую. Потому что то, что я исповедую, это совсем другое. Потому что люди, вот такие, скажем, нерелигиозные, они часто имеют совершенно искаженное представление. Ну, понимаешь, вот если ты видишь толпу людей, которые надеются своими усилиями что-то заслужить, ну, это точно не христианство, это имеет вид христианской религии, там, какой-то этики, но это не христианство в своей сердцевине. И ты можешь сказать этому нерелигиозному человеку, да, это не вера, о которой я с тобой говорил. Но у этого нерелигиозного человека ведь тоже же есть свое Евангелие. То есть он чем-то пытается, ну, добиться чего-то, он через что-то хочет найти подлинное счастье. И вот, пожалуйста, у тебя есть возможность с ним говорить. Одним словом, ты можешь с ним говорить про религию, показывая, что это не то, что он понимает. И ты можешь говорить про его личную веру, которая как бы нерелигиозная, но где он сам спаситель себе. Либо какая-то вещь является его спасителем, где он пытается найти смысл, цель, значение. А с помощью каких вопросов мы можем ему же показать его Евангелие? Потому что зачастую у него оно есть, но оно не сформулированное. Вот какие вопросы стоит задать? Да, это супер. Ну, иногда ты спрашиваешь, что тебе приносит самая большая радость? Когда тебе трудно, на что ты держишься? В чем ты ищешь счастье? Что тебя сделает по-настоящему счастливым, довольным? Что приносит тебе удовлетворение? Или что даст тебе удовлетворение? То есть, по сути, ты пытаешься понять движение его сердца, что ему дает безопасность, уверенность, принятие. Вот это, по сути, и есть мой спаситель. Ведь я, по сути, спаситель ищу что? Любовь, принятие, значимость, ценность, смысл. Там моя радость. И у каждого человека есть эти подмены Бога каким-то идолам. И поэтому я могу с ним, я могу выявить. Давайте с вами промоделируем ситуацию. Вы задали вопрос, он отвечает для меня, мое успокоение, когда у меня есть работа, я материально обеспечен, у меня есть друзья, отношения. Да и, в принципе, я счастлив, скажет. И что дальше говорить? И сказать, это здорово, что у тебя так много хорошего в жизни. Что будет, если от тебя отвернутся друзья? Или тебя уволят с работы? Или ты неожиданно заболеешь какой-то болезнью? Что ты будешь делать? Знаете, я в моем свидетельстве часто привожу, когда я понял, что моя модель счастья, она очень ограниченная и нестабильная. Я говорю, тогда я обратился к Богу. В ответ я слышу фразу, что они говорят, ну ты просто слабый или ленивый. Да, и это здорово. И это здорово, когда вот такой есть честный разговор. И ты можешь сказать таким образом, вопрос не в ленности, ну потому что ты можешь посмотреть на мою жизнь, я стараюсь. Вопрос в реальности. Скажите, пожалуйста, вот, пожалуйста, ну как пример, мы недавно вспоминали полет первого человека в космос, Гагарина. Ну это был целесстремленный волевой человек, любивший даже фотографию там где-то животных там, ну чего только он не любил. И он трагически погиб, как летчик-испытатель. Мы не застрахованы. Даже самые сильные, самые великие из нас. Ну и есть много прекрасных примеров, когда люди становились неожиданно инвалидами, либо менялась, например, ну власть, люди, те, которые были наверху, становились внизу. То есть, одним словом, показать вот этим людям не какую-то страшную картину, а показать реальную картину. Не то, что все станет хуже, а в том, что, ну две вещи. Первое, вот да, что все может стать хуже, ну как бы отчасти это тоже отчасти картины. А второе, а почему тебе это дает удовлетворение? И третий момент, который самый сильный, ну который важно на него выйти, что ведь то, что ты получаешь от этой вещи, я намного больше получаю в Боге. То, что ты получаешь, забысь им, от того, что у тебя есть друзья, успешная работа, больше удовлетворения я получаю в Боге. И я не ущербный, я не тот, который как бы сдался и там слезал руки и на Бога заменил, а тот, который наоборот, благодаря Богу, еще больше в этом старается преуспеть, но он понимает, что эти вещи, они настолько маленькие по сравнению с моей бессмертной душой, что только Бог один может удовлетворить мою душу, в отличие от какой-либо самой даже великой вещи на земле. А как тогда на практике показать, что я счастлив и я больше свободен, чем он? Вот я согласен с вами. Это отличный вопрос. А как вот ему это показать? Ну, на самом деле, если человек готов логически рассуждать, можно ему просто давать обоснование. Если он не готов логически рассуждать, он все равно будет видеть тебя. И вот здесь важно для верующего человека быть как можно более транспарентным, открытым, доступным, так, чтобы люди видели нас в реальности. Ведь нет ничего более сильного из христианской балагетики. Это то, как мы любим друг друга как верующие, как мы любим других вокруг нас, как мы реагируем на разного рода вызовы и трудности жизни. Вот она, наша апологетика. Она не только связана с нашими аргументами, логически обоснованными, справедливыми, но она связана просто с примером нашей жизни. То есть совместное рассуждение, личный пример и время помогут? По сути, совместное времяпрепровождение. И вот знаешь, здесь такая штука. И вот мой пример, он не в том, чтобы показать, что я лучше, чем он. Мой пример, он просто покажет, что в моей жизни есть что-то от Бога, что не просто мое человеческое. Вот когда он столкнется со мной больше, то он увидит, что есть что-то в моей жизни, что совсем иного происхождения, не просто созданное тобою, а что-то, имеющее небесный, так скажем, свет. И это может по-настоящему заставить человека задуматься серьезно. Знаешь, ну так было в моей жизни. У меня был товарищ, точнее сказать, он был другом Миши Пацыкина, моего старосты, которого веровал на первом курсе. И он увлекся, этот парень, его звали Юра, он увлекся практической психологией. На свидетельство Михаила и мое о вере на первом курсе, он просто нас высмеял. И прошло несколько курсов, несколько лет нашего совместной учебы, когда последний год учеба, он подошел и сказал, ребята, я должен с вами поговорить. И мы с ней сели в аудиторию, он сказал, я наблюдаю за вами уже несколько лет. Вы не вписывайтесь ни в какую психологическую схему. Расскажите мне, что это такое. И мы снова рассказали ему Евангелие, и он покаялся, он уверовал. Суть в том, что, ну наблюдая долго за нами, он увидел, что что-то есть такое, что не соответствует тем схемам, которые он читал в книгах. Что-то есть такое, что другое. И я могу сказать смело, мы были несовершенны. То есть это не было такое, что два Иисуса ходят безгрешных. Два апостола. Да, да, ну хотя бы апостола. Мы два были несовершенны человека, но он увидел что-то большее. И наш пример, конечно, не обязательно вызывает такую притягательность, но он точно не оставляет людей равнодушными. Знаешь, как в послании Коринфянам, в втором послании Коринфянам написано, что христиане, они как аромат, живительный на жизнь, либо на смерть, на смерть. То есть мы не оставляем людей равнодушными. Наша жизнь, наше свидетельство, оно вызывает реакцию в людей, принятие или отрицание. Евгений Юрьевич, а где сейчас этот человек? Он трудится там, в Сибири. То есть он, возможно, посмотрит нашу программу? Да, да. Я с ним, правда, не виделся, но это было так давно уже. Я там не живу уже столько лет. Страшно подумать. Я не живу в Кемерово уже больше 20 лет. Хорошо, Евгений Юрьевич, а как сейчас молодежи, допустим, вот мне, проводить время с моими однокурсниками, одногруппниками, вот в такой деловой, занятой Москве, когда там все живут в разных районах? Какие площадки есть? Супер вопрос. Супер вопрос. Знаешь, я думаю, что прежде всего нужно использовать те площадки, где ты сам находишься. Просто это часть твоей жизни. Ну, условно говоря, место учебы, место работы, место проживания, там, не знаю, тренировки твоей спортивной. Вот они, твои площадки, где ты ищешь людей. Ну, вот для меня площадка, это вот этот бизнес-центр, где я нахожусь. Мои соседи вот здесь вот уже снимают, я с ними пересекаюсь. Это мой парикмахер, это вот кафе, в котором я хожу, и сегодня мы с женой вместе пообедали, пообщались. Ну, мы ходим в одно и то же кафе для того, чтобы они видели, как мы молимся, они видели, как мы общаемся. Я могу улыбнуться и что-то спросить у официантов и работников. Они уже знают меня, я их знаю по именам. И я могу уже к Пасхе принести им свою проповедь или что-то дать почитать после. Евгений Ильич, а кто-то вот каялся из таких ваших людей, находящихся в вашем окружении, допустим, в ваш парикмахере или официант в кафе? Ну, конечно, конечно. А как еще по-другому? Потому что, когда ты находишься долго, то Бог же работает. И вопрос вот в чем. Здесь, знаешь, вопрос даже не обязательно, я бы такое обмодрение хотел сказать всем. Это просто не обязательно даже в покаянии этого человека, потому что, конечно, мы склонны оценивать успех через покаяние или обращение. Но вопрос в том, что ты засвидетельствовал людям о Христе. И в этом успех, то, что человек узнал Евангелие, он точно услышал о спасительной вести. И может быть, ты являешься просто тем, который положил первый кирпичик. Может быть, пожнет это все другой человек. Знаешь, я уже живя здесь, в Москве, то есть это, уже живя в Москве, я получил письмо ВКонтакте от одного парня, который был студентом, которым я учился, который высмеивал, насмехался над моим благовестием. И он написал мне и сказал, что, знаешь, я сейчас молодежный служитель, и я как бы просто должен знать об этом, и говори всем прямо. Я уверовал, когда я оказался уже в армии, и там со мной оказался парень, который тоже верующий. Он пришел так, как офицер запаса, и мы стали с ним беседовать, и я стал вспоминать все, что ты мне говорил. И я нашел новый Зайд, который ты мне подарил. И в конечном итоге я уверовал, вот церковь, в которой я сейчас тружусь, вот моя фотография, вот моя семья, я славлю Бога за то, что он привел тебя в мою жизнь. То есть наша задача не стремиться затащить человека в церковь или повесить себе значок, когда она уже спасена, а верно проповедовать Евангелие. Да, я даже скажу больше, многие из людей, которых я знаю, которые уверовали в моей жизни, я не был первым, кто с ними говорил. Просто я был не самым первым. Даже хотя это были, казалось бы, случайные встречи. А даже встретился с известным пианистом, который попросил меня читать Библию, когда мы с ним летели в самолете. И мы с ним молились мне это покаяние к концу приземления здесь, в Москве. И когда уже я чуть больше в них, то оказалось, что он женат на женщине, которая родственница одного служителя в баптистской церкви. И что мои знакомые братья, ему свидетельствовали уже много. Просто вот так Господь свел нас вместе в одно время, в один самолет, на один полет. Но это не было так вот, скажем, знаешь, с места в карьер совершенно неожиданно сначала. То есть мы должны использовать любую возможность. А, Евгений Юрьевич, было ли такое, когда вам вначале было неудобно благорестовать? Вот, допустим, сели в такси. Да почти всегда. Ехать 40 минут. Почти всегда. Почти всегда? Ну, знаешь, это почти всегда неудобно. В каком плане? Разного рода неудобства есть. Либо какая-то забота. Вот этот парень, пианист, про который я вспомнил. Ну, это и парень, это же зрелый мужчина на самом деле. Ну, у меня очень болела голова. Я очень сильно устал. Я просто планировал поспать. И я взял свою Библию, положил ее в близстоящие, в передистоящее кресло, в кармашек. Я думал, сейчас я посплю, и потом лететь далеко. И я потом возьму, почитаю. И я уже настроился спать. И человек на русском языке спрашивает меня, что это у вас за книга такая? Ну, я же не буду обманывать. Сказал, это Библия. И он спросил, а вы не могли бы мне почитать из нее? И как я верующий человек, еще пастор, скажу, ну, знаете, я не могу читать. Как бы я устал, у меня болит голова. Ну, некомфортно, конечно. Поэтому, ну, бывает ли страшно? Иногда да, иногда нет. Надо тоже понять, в чем наш страх. Страх или отрицание, либо страх того, что я заберу кучу времени. Ну, по-разному. Вот. Ну, я так скажу, что я не знаю ни одного человека верующего, который пожалел, что он преодолел вот эту застенчивость, страх и что-либо еще. Но я знаю многих, которые жалели, что они этого не сделали. Отличная просто цитата, что даже если не хочется, нет вот этого естественного желания все равно благоверствовать. Хорошо. Второй вопрос. Мы сейчас говорили про людей, которые нас окружают, которые, может быть, впервые слышали от нас Евангелие. Как быть с теми, кто уже слышал от нас Евангелие целиком, неоднократно, но все равно не принимает? Стоит ли просто молиться и ожидать, или стоит продолжать проповедовать вопреки отторжению? Знаешь, стоит поддерживать контакт, продолжать взаимодействовать и решать свою базу общения с другими. Я думаю, что один из текстов, который меня побуждает к этому, это слова апостола Павла, когда он говорит, я, конечно, люблю своих сродников, я готов даже оказаться без Христа ради них, но не возбужу ли я ревность в них тем, что я благовествую язычникам? И вот, знаешь, у меня так было, на третьем курсе я уже, мне кажется, вдоль и вперек заблаговествовал своим товарищам по группе, когда я был студентом, ну просто три курса подряд, всем по кругу, там 28 их человек было, если не память не изменяет. И на четвертом курсе я сказал, ну все, как бы я благовествую другим. Я помню, как они к концу года возревновали. А что это ты перестал с нами говорить о Боге? И я снова стал с ними говорить. И ты знаешь, я увидел, что сатана украл почти все у них. То есть вот из этой известной притчи про сеятеля, да, пришел сатана и украл, как будто бы я заново с ними говорю. Вот суть в том, что вот эти семена истины, которые я возвещал им, они не дали всходы. Нужна вера. И поэтому мне надо было снова, снова говорить. Поэтому здесь такое слово, расширяй базу, иди к другим людям, не замыкайся. Но быть готов так же, будь готов и поддержать общение с теми, которые с тобой рядом. Вот здесь очень важно, чтобы у нас не появилось такой, знаешь, дежурный, как бы неверующий, которому мы благовествуем, типа, ну вот свой товарищ, знакомый, ну типа я благовествую. И ты видишь никакого ни отклика, ни результата, ни движения. Не надо на него поставить крест, пока он живой, надежда сохраняется. Ну иди дальше. Иди дальше. Посмотри в своем окружении, там, где ты работаешь, живешь, учишься, там, где ты бываешь. Может быть, там Бог кого-то тебе посылает. Просто ты не видишь его или тратишь все время на вот этих своих уже старых, скажем, дежурных, неверующих, а эти вот не получают с твоей стороны внимания. А с какими видами отторжения со стороны ваших одногруппников вы сталкивались? То есть в чем их отторжение заключалось? В том, что они там уходили, ага, все понятно. Или там Евгений достал уже. Знаешь, разные, вот разные. Ну знаешь, и хорошие, и плохие. Но, например, ну, помню, парень сказал такой, знаешь, я наблюдаю за твоей жизнью, я не хочу так жить. Вот если христианство, это твоя жизнь, я не хочу. Представляешь, как? А другой парень сказал, ну, тут ты говоришь про мир, покой, но мне кажется, у тебя больше всего беспокойство в нашей группе. Потому что я везде носился. И я понял, что я ему показываю такую вот как бы ложную картину. Другой сказал, что я хочу взять от жизни все, а ты предлагаешь мне как будто бы от всего отказаться. Ну, по-разному. Кто-то обвинил меня в том, что я слишком морально живу, это скучно, это глупо. Кто-то сказал, что ему сейчас это не особо интересно. А кто-то просто, не имея больше никакой аргументации, сказал, что я не хочу говорить. Но когда возникали какие-то, скажем, моменты, связанные с религиозным вопросом в нашем обществе, то все приходили ко мне за комментарием, за общением. И надо сказать так, что они точно все услышали Евангелие, они точно получили все необходимые материалы, это уже их ответственность перед Богом. Ну, ты знаешь, я на каком-то этапе пошел дальше, чем моя группа. И вот люди стали веровать и соседних групп, даже соседних факультетов. И вот это, наверное, стало таким для меня важным свидетельством, что не надо замыкаться на одних и тех же. Если они услышали, я рассказал, ну, это уже их ответственность. Евгений Юрьевич, вопрос по этой теме. Лично у меня есть такая проблема. Наверняка у многих наших молодых слушателей она тоже есть, когда твое окружение, оно видит твое стремление к праведности. Но когда ты делаешь вещи, которые не являются грехом, но, допустим, опоздание, они начинают, ну, высмеивать, как ты мог опоздать, или заставляют тебя быть чересчур или нерационально правильным. Вот, как будто бы ты теперь как робот. Вот как бы вы ответили в такой ситуации? Вы знаете, не надо бояться признавать свое несовершенство. В действительности у большинства людей отношение к религии это вот именно как раз вопрос такой самоправедности. И они в действительности думают, что верующие такие самоправедные, гордые, высокомерные люди. И они как бы требуют даже от верующих, чтобы они были такие безукоризненные. Идеальные. Да, идеальные. Они знают, что это недостижимо. Но они входят от верующего, и верующие часто себя пытаются продемонстрировать, как такие, вот знаешь, безошибочные, безгрешные люди. И база задача наша не иметь лицензию на грех, но иметь также смелость признаться в своем несовершенстве, в своей нужде в Боге даже сказать, ну вот поэтому-то я и нуждаюсь в Иисусе, который спасает меня от такого несовершенного. И ты знаешь, у меня было так, когда мой товарищ обличил меня, Миша Пацыкин обличил меня в том, что я списал за все время учебы, я списал на одном предмете. Экзамен. Совершенно неожиданно поставили экзамен на два месяца раньше. Просто вот пришла преподавательница и сказала, сейчас будет экзамен по БУХ-учету. Вообще. Просто никто не готов. И все сидели и списывали. Абсолютно все. И я тоже посмотрел в тетрадку свою. И для моего, скажем так, новообращенного Михаила Пацыкина это был просто шок. Он был в ужасе. Он не мог с ним разговаривать. Он обличал меня. Я пытался что-то оправдаться перед ним. Но это было тоже глупо. В конечном итоге, на следующий день, пообщавшись с ним, я понял, что, ну, да хоть я двойку получил, соблазн моего брата более важен. И через день я пришел, я вышел перед всей аудиторией, прямо в нашей аудитории, совместной, поточной, и просто у всех упросил прощения, что я списал, подал вам плохой пример, что по средствам моего друга Михаила я стал ценить учебу больше, чем людей, оценку больше, чем праведность, даже, ну, справедливость. Видишь, я всегда учился на отлично, поэтому как бы сознания и проблем не было. И просто отношение к людям, что для меня оценка стала важнее, чем люди. И я поэтому и списал. И я просил прощения у всех. И, конечно, были такие крики, что да не переживай, не уходи в монастырь там. Да, кто часто. Но суть в том, что я через это приобрел еще больше. Мое исповедание, это было, знаешь, как публичное покаяние на самом деле, оно показало людям, что да, я такой же несовершенный человек, но я стремлюсь. И это открыло двери для хороших бесед с разными людьми. Суть в том, что мы никого не убедим своей праведностью, никто не спасается нашей праведностью. Лучше даже сказать нашей правильностью, да, никто не спасается. И даже нашей праведностью, только праведностью Христовой. И когда мы настоящие, то да. И второй момент, надо просто спросить, а что ты от меня требуешь вот такого идеала? Почему для тебя это так важно? Вот в чем смысл? Знаешь, самый важный вопрос, или, я скажу, момент, не спешить соглашаться с той парадигмой, которая навязывает мое окружение, а поговорить с людьми и попытаться помочь им увидеть мотивы их, их личные мотивы, которые стоят за вот этим поведением, реакцией, отношением к тебе. Ну, например, знаешь, вот такое, это, конечно, ну, глупо, наверное, но некоторые девушки такого фривольного поведения негодовали на меня, то, что я не поступаю, скажем, прелюбодейно в нашем окружении. Они считали, что если ты так себя ведешь, а я, понятно, что не пил, не блудил, то я считал себя, ну, более святым, более лучшим, чем остальные. И ты знаешь, когда у нас была свадьба, там они все здорово напились, я был единственным, кто был трезвым. Подождите, ваша свадьба была? Нет, 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 свадьба там одного из товарищей моей группы. Меня просили там снимать на камеру, потому что, ну, это была свадьба внутри нашего коллектива, юноша и девушка из нашей группы женились, то я единственный, кто не пил. Они все приходили ко мне просить прощения, исповедоваться, говорить. Потом нас в следующий день конечно спрашивали, ты там прости, что ведь мне не наговорил что-то? Ну, реально, они много что наговорили, но это показало, что у них было в сердце. И когда они увидели, что я не стал, как бы, ну, пользоваться этим, и, ну, даже, я даже помнял их стратегию, я стал с ними больше чуть общаться, о своей нужде в Боге, то они увидели, что я не считаю себя лучше. Вот это верующим очень важно показать, что я не надмиваюсь над ними, я не считаю, что они негодные хананеи, а я вот такой спасенный, чистый, святой, не то, что они. Даже, знаешь, такая фраза была такая, которая справедлива отчасти, когда мы даже учили подростков, когда их побуждали там, сделать что-то плохое, чтобы они сказали там, типа, таким, как ты, я могу стать прямо сейчас, а таким, как я, ты не станешь, типа, таким святым, хорошим, не пьющим, не курящим, там, и так далее. Вот эта фраза отчасти справедлива, но в ней есть, на самом деле, чистой воды самоправедность, типа, я лучше, чем ты. Но беда в том, в глазах Бога мы все негодные, все лишены праведности. И то, что я, может быть, не погряз в каком-то грехе, там, какой-то вредной привычке, это не делает меня ближе к Богу. Я только через Христа могу прийти к престолу благодати. И вот верующим необходимо осознавать, что когда у меня такое отношение, что я не лучше, то я могу с ними общаться. И когда я не воспринимаю их как врагов своих, тогда у меня коммуникация с ними не с позиции защиты, оправдания, обвинения, атаки, а с позиции просто общения о жизни, о Боге, о моей жизни с Богом. Хорошо, спасибо. И такой вопрос. Почему-то девушкам или женщинам на первый взгляд кажется, проще благовествовать. Если мы посмотрим, то в церквах больше женщин, больше сестер. Евгений Юрьевич, с чем это связано? И существуют ли какие-то разные подходы к благовестию женщинам и благовестию мужчинам? Ну, это вообще, конечно, огромнейшая, большая тема, Данил, отличная тема. Ну, давай, скажем, наверное, два фактора, может быть, три. Да, есть различия. Ну, во-первых, Бог сотворил мужчин и женщин, и это больше, чем просто физиологическое различие. Его образ переломился особым образом мужчине, особым образом женщине. Бог – это не мужчина и не женщина, Он есть Дух, но вот эти уникальности мужской сущности, женской сущности, они отражают его личность, характер особым образом. И поэтому, да, и в плане благовестия могут быть отличия. Не в плане послания, но в плане самого благовестия. Это, наверное, первое. Второе, то, что нам чуть легче благовестить женщинам, это в многом связано еще и с российским контекстом. У нас же нет такого яркого феминизма, там, не знаю, каких-то таких, знаешь, ну, стереотипов, касательно церкви женщины, мужчины. Вот поэтому это второй момент, что чуть, ну, женщины, или, скажем так, женское сообщество и вообще сообщество в России все еще пока придерживается какого-то комплиментаризма, пусть не совсем прямо цельно библейского, но все же есть согласие в нашем обществе, что мужчины и женщины дополняют друг друга, имеют разные роли. В отличие, допустим, от некоторых западных сообществ, где такого понимания нету. Кстати, надо сказать, что, допустим, в особо мусульманских странах женщинам будет даже сложнее проповедовать, потому что они имеют степень выбора вообще маленькую. Вот. Третий аспект, почему так проще, потому что в нашем таком культурном коде, народном менталитете представление сформировалось, что церковь, она для женщин и иногда для мужчин. Почему? во многом это влияние нашего исторического развития. То, что мужчины где-то на войне впереди, женщины дома молятся за них, делают. Женщины, к сожалению, это уже из области мужского шовинизма, это дом, семья, церковь или дети, церковь и дом. И вот это просто чисто в таком мышлении, что мужчина неплохо зайти в церковь, но быть там нет. Там пускай будет женщина, а мужчина, вот он творит историю, занимается какими-то вещами. А как привлечь мужчин? Потому что на примере своей личной жизни я вижу, что девушки более охотнее приходят на собрания, на малые группы, на молодежные собрания. Как привлечь парней? Вот еще есть четвертый момент. Знаешь, по той причине, что за последний век у нас просто жесточайшим образом выкосили мужское население. Подумай только, смотри, Первая мировая война, гражданская война, потом у нас начался вся период сталинских репрессий, ГУЛАГ, потом Вторая мировая война. Понимаешь, просто выпало поколение, по сути, отцов и дедов, так, чтобы воспитать мальчиков, то сегодня проблема даже такой некой активности женщин и пассивности мужчин, это то, что мужчин с самого детства мало кто по-настоящему оставлял быть мужчинами. И они не в церкви активны, потому что они вообще нигде не активны. То есть проблема не в том, что, знаешь, вот мужчины, они активны там, а в церкви их нету, или они там пассивны в церкви, но надо признаться, что большая часть российских мужчин, они просто пассивны в принципе. Просто в принципе. и вот почему даже классик говорит, что именно русская женщина там и коня остановит и в горячую избу войдет, потому что это вот тоже так стало складываться еще давно, совсем давно. Поэтому одна из причин, как мы можем помочь, это просто помочь мужчине стать хорошим смыслом мужчиной, увидеть Божий замысел о нем, помочь ему сферировать характер по-настоящему мужской. И поэтому ему нужно не просто позвать в церковь, а позвать его к тому, чтобы реализовать свой мужской потенциал, реализовать свою мужественность, которую Бог в него заложил. И тогда он может быть увидит, что самая полнота реализации начинается, когда он или продолжается, когда он приобретает подлинную веру. Можете более конкретные шаги описать? то есть воспитание нового поколения сильных мужчин такими, какими задумал Бог, это понятно, это через воспитание. А вот с уже сформировавшись мужчинами, парнями, что делать, какие мероприятия организовать, какие вопросы задавать? Знаешь, Данил, это вопрос на миллион, как говорят. Одни из вещей, это мужчина Богом создан для того, чтобы трудиться, заботиться, защищать, обеспечивать. И только в этом раскрывается и реализовывается его потенциал мужской сущности. и он берет ответственность, он жертвует собой, он обеспечивает других, он создает условия, чтобы другие могли процветать. И вот если начать показывать мужчине, что он призван, создан не просто жить для себя, что жизнь для себя, она просто убивает его изнутри, что на самом деле намного счастливее, насыщеннее, радостнее это заботиться о своих ближних, что там находится источник удовлетворения, а не просто в всеохватывающем эгоизме. Помогать мужчине расти в самодисциплине, не ради того, чтобы получить красивое фигурное тело или добиться больше зарплаты, а в том, чтобы научиться заботиться о ближних. То есть его самодисциплина не самоцель, и цель не просто его личный эгоизм. Просто помогать ему, прям реально заниматься воспитанием, самодисциплиной, порядком, мышлением, тайм-менеджментом. Ну, просто отвечать за свои слова, нести ответственность за своих ближних. Вот эти простые вещи, казалось бы. Знаешь, в Америке уже, наверное, лет 60 назад, ну, не, я думаю, ну, наверное, лет 30 точно, было такое движение promise keepers, как бы, хранящее обещания. Оно известно тем, что она собирала мужчин и говорила просто о том, что такое быть, что такое, что значит быть мужчиной. Наверное, самое большое их собрание было где-то в Вашингтоне, они собрали там миллион человек. Это просто, знаешь, миллион мужчин. И это породило целое движение, чтобы мужчины стали хорошими отцами, хорошими мужьями, хорошими работниками. И многие мужчины были благодарны за это. Они впервые услышали то, что они не получили от своих отцов. Услышали вообще просто, что значит быть таким настоящим мужчиной. Показать этим ребятам просто модель. Знаешь, вот беда в том, что даже в нашем окружении мы встречаем парней, которым уже к 30 годам, они не могут зарабатывать так, чтобы содержать себя и заботиться о ближних. Они продолжают там зависать в квартире с толпой ребят, где они непонятно, что кушают, непонятно, как живут. Они не стремятся к развитию, потому что эгоизм и самолюбие просто делает их все более инфантильными, неспособными что-либо достичь. Они не могут по-настоящему построить семью, потому что они сами себя не могут содержать. Они не могут пожертвовать каким-то своим часом времени, потому что они привязали к своему смартфону и там играют или что-то смотрят. Вот если мы хотим увидеть движение, развитие нашего общества, российского даже, то нам нужно просто помочь мужчинам стать мужчинами. Не будет ли это морализаторством? Или вот то, что вы сейчас говорите, это относится к уже возрожденным людям? Знаешь, не совсем. Или как здесь рассказать Евангелие? Знаешь, а Евангелие в том, что есть вещи, которые находятся в категории просто призвания, которые находятся вне просто исключительно христианского контекста. Но это призвание мужчины быть таким. Верующий он или неверующий, это призвание его. Понимаешь, условно говоря, мы с тобой оба мужчины. В наших венах, кровь, в наших клетках находится ДНК мужчины. Понимаешь? И когда мы делаем то, к чему Бог нас призвал, мы испытываем удовлетворение. В конце концов, даже наши тела созданы так, чтобы трудиться. Женские тела отличаются от мужских. Наша мужская психика, наша организация, она другая. она не лучшая, она другая, чем у женщин. И когда мужчина начинает делать то, что он должен делать, он испытывает удовлетворение. То, чего раньше он не испытывал. То, что он пытался найти в том или другом. Я знаю, условно говоря, как вот часы мои, я могу много с ними сделать, но их место здесь, вот оно самое лучшее для них, здесь. И вот когда мужчина начинает это делать, а когда он понимает, что над этим всем стоит Бог, и что в его даже несовершенстве того, что он делает, свое призвание как мужчины, есть искупление во Христе, вот там обретает, там проповедуется Евангелие. То есть, это не сделать лучше его, а помочь ему стать тем, кем он должен, и показать, что полнота вот этой реализации его как мужчины только в вере во Христа, потому что Христос совершенный мужчина, который ради него умер и воскрес ради его оправдания. А как показать, если, допустим, парень неверующий, он, ну, мужчина, чаще всего, если часть тем, что эти люди очень горды и имеют высокое мнение о себе, как им донести Евангелие? И, да, это свойственно. Я и так мужчина. Да, да, и это сказать, это здорово, что ты мужчина, и тогда ты можешь проповедовать ему Евангелие, показывая, что полноту реализации как мужчины без Христа не достичь. Что Христос дает нам и модель, и дает нам благодать, чтобы быть и развиваться, и становиться такими. То есть, поговорить им о Христе, который помогает им перейти на тот левел, который для них просто недоступен. А какой, может быть, вопрос-то задать? Ну, я бы спросил, во-первых, какая модель у него для поведения? Кто для него пример? кто для него пример? Вот, давай скажем прямо, что многие примеры таких как бы сильных мужчин в нашем окружении, они ужасные, может быть, семьянины, или они как бы сильные, грубо говоря, на ринге, но они просто никакие в повседневной жизни и показать им, что ну, есть совершенно идеальный пример. Второе, самый даже гордый человек, ну, внутри него он сознает, что есть какие-то у него и слабые стороны, есть какие-то вещи, которым надо расти, либо он, может быть, сразу не замечает, но он потом будет замечать и показать, что именно здесь поможет ему Иисус. То есть Иисус больше, чем кажется, или как бы он тот, кто может ему реально помочь, добиться того, о чем даже он порой боится мечтать. То есть здесь, знаешь, ну, посмотреть с позиции чаяния его сердца. Ну, и потом, конечно, надо сказать, что он же не всегда будет такой физически крепкий. То есть Иисус молодой, уверенный, но надо сказать, что и молодые также погибают. Смерть поставится на свои места. Да, смерть, болезнь. Ну, знаешь, у меня вот был знакомый тоже, когда я учился студентом, он смеялся над моей верой, над, когда мы говорили о Боге. давайте, скажем так, Данил, многие относились с уважением, но немало высмеивали. Просто, чтобы понимать, что это, ну, реальная картина. Ты знаешь, однажды у него на руках умер отец тем, что они сидели вместе кушали, открыли консерву, стали кушать консерву, и отец подавился вот этой рыбной косточкой, которая застряла у него в дыхательных путях, и до приезда скорой помощи он просто умер. И я пришел на священие к этому парню, конечно, там рак у него, в комнате, в квартире я постучался, он открыл мне, и первое, что он сказал, я хочу извиниться, все, что ты говорил мне, это правда. и мы с ним вместе читали Библию, молились Богу, понимаешь, вот он такой сильный, самоуверенный, мгновенно лишился всей своей силы, просто от какой-то консервной косточки, понимаешь, поэтому здесь надо просто показать реальность, ну, и мужчины тоже плачут, не надо, не стоит думать, что мужчины, они вот такие, знаешь, непоколебимые скалы, у них есть свои страхи, сомнения, на каждого сильного найдется другой сильный, вот, и даже, пожалуйста, мы столкнулись с каким-то коронавирусом, который закрыл весь мир, то есть никто из них не всемогущий, поэтому здесь вопрос не унижать, а просто, я бы так сказал, показать реальность, просто, ну, сильный, я бы так сказал, знаешь, только сильный мужчина может признать, что есть настоящая власть, над ним, слабый будет гордиться, превозноситься, а сильный он признает, великолепный цитата, да, и поэтому вот здесь просто помочь ребятам увидеть, посмотреть правде в лицо, ну, ну, Евгений Юрьевич, у нас осталось пара минут, а может вы скажете, как благовестить девчата? Ну, главное, я бы сказал, юношам не тратить время много на благовестие, не тратить, потому что это и так Бог нас задумал, чтобы мы создавали семьи, и я помню, сам в это попал, я бы гэссал одной девушке, это была большая перемена, мы даже чуть-чуть задержались, она мне задавала кучу вопросов, я на них искренне отвечал, и потом она неожиданно посмотрела на меня и сказала, мне нравится, что ты рассказываешь, давай попробуем, и я понял, что этот час, который я ей рассказывал, она просто думала о том, как мы с ней построим семью, вот, и часто христиане-юноши или юноши-христиане, они идут на вот, скажем, ведутся на такую покладицу со стороны девушек и благовествуют, но лучше им благовествовать, передавать этих ну, женщин, девушек другим христианкам, а самим работать с мужчинами, так, чтобы ограничить как-то потенциал, конечно, скажут, ну, а если как же гомосексуалисты, ну, это тоже не проблема, это работайте и благовествуйте им, разговаривайте спокойно, и вот это, наверное, такой фактор, о чем с ними говорить, да, ну, как, наверное, самое главное познакомиться с какой-то христианкой, и также сказать о том, что чаяния нашего сердца, они только воплощаются в Иисусе, что все мечты ее, даже, о чем она живет, о чем мечтает, что хочет увидеть, здесь на земле, без Христа она даже не сможет по-настоящему к этому прикоснуться, это все останется миражом, но со Христом она может увидеть отголоски грядущей славы Божьего Царства, ну, и просто понять человека тоже, по сути, и мужчина, и женщина имеют свои особенности, как я отметил, но в целом они и те, и другие хотят быть счастливыми, те, и другие имеют своих идолов сердца, которым они служат, ища удовлетворения, безопасности, смысла, цели, те и другие думающие люди, и можно также им показывать реальность, ну, и просто я бы дал какую-то книгу или ссылку на какое-то YouTube-видео посмотреть. Вот твое счастье. Да, и потом побеседовать. Вот, когда появляется, если с парнями я бы предложил читать вместе Библию, то с девушкой я бы пригласил ее кота на встречу, там, передал бы каким-то сестрам, но я, если бы с ней пересекался по определенным обстоятельствам, я бы просто что-то бы давал ей читать, смотреть и обсуждать. Ну, слава Богу, что сейчас у нас предостаточно материалов, в частности ваша книга «Вот твое счастье». В прошлое воскресенье много было свидетельств. Да, неожиданно, прямо, знаешь, как это, ну, слава Богу за это. Ну, есть сайт Joy2U и есть немало других проектов и внутри церкви, и вне нашей церкви много просто прекрасного материала, полезного. Сейчас мы не лишены много хорошего, нужного. Сейчас нужно просто, ну, да, и знаешь, что еще я делал на Пасху? Я писал всем личные открытки поздравительные. Вот ты же знаешь этих людей, твоих близких, соседей, друзей, и вот ты пишешь каждому личную открытку. И наш цифровой век это, мне думается, приобретает еще даже какую-то особую эксклюзивность. ты прям пишешь поименно, рукою, и просто приятно. Вот я помню, что мои открытки читали всем общежитием, мои товарищи, мои письма в армии читали отрядами, ротами, ну, и потому, что они были такие прямо уже чересчур, но я писал искренне, и это открывает двери. Вообще искренность сегодня в наше время игры, фейков и таких, знаешь, поверхностных вещей приобретает очень сильное оружие. Настоящая дружба требует правды. Если ты искренно честно говоришь с неверующим человеком, то это подкупает его, что по крайней мере послушать твое послание. Ты не занимаешься пропагандой, индоктринацией, внушением, рекламой в конце концов. Ты говоришь о том, чем ты живешь. Ты говоришь о том, что очень ценно, важно для тебя, потому что ты любишь этого человека. И ты передаешь ему это послание. Потому что в центре всего Бог и Он, не ты. И это открывает по крайней мере многие двери сердца человека. Евгений Юрьевич, спасибо вам за такие подробные ответы, жизненные примеры. Дорогие друзья, мы желаем вам верно проповедовать Евангелие, не бояться это делать, любить Иисуса. А еще мы желаем вам увидеть в этом сезоне, как Господь воскрешает новые души для новой жизни. Всем спасибо. С Богом. С Богом. С Богом. С Богом.